Добрый вечер! Без штрафов и пени за протерминовку. Как поведомили в Министерстве жилево-коммунальной господарки, наличные залюты будут проведены по новых тарифах. За студень отбудется перолик по тих суммах, которые были наличены неправильно. А кроме того, и внешний выгляд жировки в Беларуси может измениться. Квитанции планыться спростить у термин до 1 мая. А вот за отсутность пройденного дзержтых огляду можно отримать штраф. Республиканская декада дзержтых огляду стартовала сегодня у Беларуси. Я ее проводят сумместно супрационники предприемства Белтых огляду, ДАИ и Транспортной инспекции. Основная мета – узмацнение контролю над свойчасовым проходжением дзержтых огляду транспортных сродков и протягнение уваги аутоуладальников до питания употрымания автомобилей в технично-справном стане. Статистика свечит, что от 17 до 23% аутоуладальников что год игнорует процедуру дзержтых огляду. Такие водители могут быть покараны штрафом. В этом году исполняется 30 годов с момента катастрофы на ЧАЭС. За минулый час на потерпелых территориях шмат чего изменилось, но наступные аварии еще долго будут оказывать негативный вплыв на экологию и здоровье людей. Алексей Серов наведал Полески, Дзержавный радиоциный экологичный заповедник, и ки сегодня относятся до территории с особливо узмоцненным режимом Аховы. Вез Капирки в Брагинском районе под отсидение трапило одно из первых. Автобусы приехали сюда 5 мая 1986 года. Тогда людям сказали, что выехать им придется часово, а тому шмат речи убрать нема необходимости. Сегодня, до речи, в этих домах часто можно встретить деких живел. Те ж рыси, например, выбирают поддашки дровляных будинков, как вывезти и вырастить свое потомство. Есть на территории заповедника и больше капитальной побудовы, якея простоять тут, напевно, еще не одно 10 годи. Былый населенный пункт, назвав которого нема не на одной карте. Поселок Сонечный будывался для работников бойного живелогодовчего комплекса. После Чарнобыльской аварии комплекс так и не добудовали. От поселка застались только нежилые домы и вся ответная инфраструктура. Некий час, правда, комплекс працавал и навод в незавершенном выгляде. Яго называли «лепшему Беларуси». Теперь он полностью разборанный. Если бы не Чарнобыльская катастрофа, этот поселок в уголе мог бы стать прикладом для будущих населенных пунктов Украины. По особенности, в 80-х тут побудовали узорный агрогородок с больницей, школой, дитяшим садом и цаглянными шмат-поверховками. В эксплуатацию не поспели увезти только вязковую краму, которая по площади не соступала с участным городским гандлёвым центром. Будет разрушаться постепенно под воздействием атмосферных осадков. А так было стоять. Охраняем, чтобы никто ничего отсюда не увозил, не выносил. Мониторинг радиологичной ситуации на территории Палецкого, Державного, Радиоцино-экологичного заповедника ведется постоянно. Учёные кажут, что в оплошные годы ситуация с Цезием и Стронцем стабилизовалась. А суперп прогнозам, які робились одразу после аварии, миграция гэтых элементов на знашной глубине не отбылась, а тому ужывать дары лесу категорично не рекомендуется. Але ящебуч знашную небезпеку сегодня починаю уявлять Америцей. Период полураспада Америцы 241-го тоже достаточно большой, 432 года. Поэтому долго нам придётся ждать, пока он распадётся полностью. По словам керавництва Палецкого, Державного заповедника, напереды не 30-ти годы Чарнобыльской катастрофы, Интерес до его деяности узрос. Трапить сюда и мкнуться не только белорусские, а лишь мат, які замежные журналисты. Интерес до Минолога означают и у Хойницким районным краизнавчим музею. У его стенах размещены один и у Белоруссии музей Чарнобыля. Зараз тут идти обновление экспозиции, якую плануется завершить на початку наступного месяца. Многие плачут даже приезжают сюда, но вспоминают, во-первых, очень много фотографий. Каждый просматривает, вспоминает своё детство, кто-то вспоминает свою юность. Вот это переселение очень страшно, фотографии у нас эти есть, и материала очень много. Поэтому для них это, конечно, как всё начинается сначала, как в тот день, вот именно 26 апреля 1986 года. Протягиваем выпуск. У Гомели подвели выники 9-го республиканского конкурса школьных проектов по экономии и беражливости «Энергомарафон-2015». Мероприемство стало протягом республиканского семинара по сучасных технологиях энергосберажения, який прошёл у Гомели. С проектами выкорыстания одновляльных крыниц энергии, моделями, видеороликами и выступлениями «Агит-бригад» в конкурсе приняли удел больше, как 100 навученцев и педагогов зустанов адукации краины. Пераможцам у каждой из номинаций уручаны дипломы, медали, кубки и прызы, включающие грошовые сертификаты. Гэтые сродки будут накерованы на реализацию конкретных мер по энергосбераженне. Так, команда средней школы номер 8 «Зречицы», якая заняла первое место у одной из номинаций с проектом «Энергосбераженне» в школе, достойный кроку будущиню, отримала сертификат на 400 миллионов рублев. До речи, усяго установы эдукации нашей в области стали призерами «Троичи». Когда мы на первом этапе начинали энергомарафон, это начиналось с обычных, простых подходов с школы, детского садика. Я вспоминаю те высказания маленьких детей, школьников в детском саду. И то, что сегодня я увидел, конечно, это уже сегодня более высокий уровень, это уже более профессиональный уровень. Это те разработки, те номинации, которые сегодня имеют право на жизнь. Я скажу, что это уже значительно продвинулись вперед. Тем временем набирая обороты отборочный этап областного конкурса «Юная телезорка». На этом титни кастинги пройдут в Хойницком, Гомельском, Октябрьском, Ельском и Добружском районах. А напередодний отборочный этап телевизионного проекта отбился на Веткаущине. Наша здымочная группа сочила за ходом мероприемства. Девять удельников, девять оригинальных номеров и девять светлых надей на перемогу у первшим туры конкурсу «Юная телезорка». Каждый из конкурсантов уже улепший по выниках попереднего этапа отборочного тура в Ветковском районе. Але переможцами станут только двое. Меня зовут Максим. Максим, а почему ты хочешь быть телеведущим? Ну, потому что мне эта профессия очень нравится. Жюры особливо уважливо оценивают промоуницкие асдольности конкурсантов. Але опошние имкнулись ашмадбаково представить свои таленты. Кожный третий удельник продемонстровал добрый вокал. Отборочный этап у конкурса «Юная телезорка» пройдут во всех районах Омельской области. Полфинал кастингу отбудется у Майи, а финальный голоконцерт – летом. Пераможцы отримают шанс стать ведущим детячей телевизионной программы. А тому настрои конкурсантов – самые серьезные. Я решила попробовать, попытаться. Вдруг получится. Все-таки шанс есть. Мне много учителей говорили, я найди на диктора, будешь ведущей, либо журналистом. Ну, не знаю, я больше предпочитаю медицину. Но если здесь получится, то попробую, конечно, в телевидении. Если нет, то попробую медицину. В некоторых случаях это можно совмещать с медицином. Да. Да. Уличивающие яскравые выступления детей, журы на этот раз зарабила выключение с правилом и вызначила трех переможцев. Шанс стать «Юной телезоркой» по выниках конкурса отрымали Наталья Вакарчук, Ангелина Бахрамеева и Максим Варышкин. Александра Гамоля, Светлана Князева, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель» Зветковского района. Ауречицы на минулых выходных вызначали переможцу отборочного тура международного конкурсу фестивалю «Оптинская весна-2016». Финал творчого споборництва отбудется у маи у Калужской в области России. Конкурс сберетали навитых выканавцев народной песни из разных краин света. За отбором конкурсантов от Беларуси сочила наш корреспондент Вероника Ворошилина. Перед початком гала-концерта у вас есть присутных музычный перформанс. Зараз позитивного настроя гостям дарились модельные артисты Беларусского державного университета информатики и радиоэлектроники. Ансамбль народной песни Гаманина и сною уже 400 год. Что интересно, в его составе омальняма людей из музычной эдукации. Переважно специалисты технического профиля. 25 лет мы очень плодотворно работаем. Вот на ниве нашей традиционной культуры. В коллективе же технари одни, в общем-то. Кто-то закончил вуз, кто-то еще учится, кто-то в магистратуре учится, кто-то в аспирантуре учится, кто-то преподает уже. И все, в общем-то, находят свое какое-то место в нашем коллективе. Международный конкурс-фестиваль славянской народной песни «Оптинская весна» проходит у номинации «Сольный народный вокал». Удильники выконывают по одним творы духовной и народной тематики. Обовязковые потребования все выступления проводятся под живое музычное сопровождение «Або Акапельна». Фонограммы любого виду выключаются. Оценивая конкурсные выступления высокопрофессийные журы, в составе какого у выходят Деячая культура и мастерства, ведущие педагоги в НУ славянских краин, композиторы и вокалисты. На мой взгляд, белорусская народная песня в последнее время уже теряет свое обличие. Она больше появляется в обработанном виде, я бы сказала, непрофессиональном. Очень мало остается носителей традиционной белорусской культуры. И я считаю, что нужно поддерживать такие конкурсы, давать им жизнь, дорогу в жизнь. У галоконцерта, який проходил у Рыжеской детячей школы Мастерства, выступили члены журы и переможцы отборочного тура. Финал творческого споборництва по традиции будет проходить у городе Козельске Калужской в области. Конкурс корастается великой популярностью, что вот, сбирая на одной сцене моцных выканалцев из разных краин свету. В этом году мы усложнили задачу, потому что мы сделали первый тур отборочный по видеозаписям, в котором приняло это участие 48 конкурсантов из Беларуси. Отборно было для второго тура 26 конкурсантов. Из них вот четверо удостоятся этого звания представить нашу страну в финале. Участверку счастливчиков, який умает отправиться у Козельск, трапил он вушенка Новополовского музыкального колледжа Ксения Драуницкая. Девчина профессийно займается музыкой с 4-х годов. Ксения признается, до конкурса рыхтовалась астаранно и отказно. В этом конкурсе я участвую уже второй год. В том году я заняла второе место, а в этом году я стала лауреатом. Поеду представлять нашу страну в Россию. Я очень рада, что мне предстоит такая возможность. Я очень волнуюсь и надеюсь, что все хорошо получится. Вероника Варашилина, Вальдриха Панько, телерадо, компания «Гомель» с Рэжицы. Сегодня свет означает День поэзии. Дата была заснована в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО. Этот день закликаны саденничать развитию, вершескладания и одновлению традиций поэтичных читаний. Дарыч, День поэзии у Гомеля стал реальной макшимостью для творчих проявить свои сдольности. Акцию под названием «3600 секунд поэзии» организовала областная библиотека имя Ленина. Больше как 10 ведомых поэтов города, сродьяких Юры и Максименко, Олега Нанев, Наталья Никитина читали любимые верши на улице. В ту пору, когда юный год нашепчет, что весна уже рядом, она в судьбу твою идет. И не глядя на непогать, прохожие спынялися, как послухать верши. Дарычи, кожны жадаю, чы мог и выступить с дорогими своему сердцу родками. И об спорте. Знову на третьей позиции хоккейный клуб Гомель завершил выступление в национальном чемпионате. Сезон был складанный, неоднозначный, але гомельчане не дозволили себе знизить леташнюю планку. Зравнявши лику полфинальной серы с шахтером, Гомель подарил своим болельщикам надею. Пятый матч в Солигорску Рыси крыдно проиграли, не забивши ни одной шайбы. Ставка робилась на домашнюю встречу. Крыдное поражение на выезде быцем подгоняло Рыси, але и трохи туманило голову. За лишняя жвавость, неоднозначные рашения арбитров и вось вам непотребное выдаление. Шахтеру в этом плане так само подарил пару моментов, але Рыси в парт отмолялись реализовывать перевагу. Подножка Павла Мусиянки под конец первой трети Балюча отгукнулась у другим переде, и Кирыси подшинали у меньшинности. Артему Дямкову спотребилась 21 секунда, как открыть леку матча. А потом Гомель литерально перестал выбираться с выдалением. Четырехвилинный штраф отрамал Андрея Башко и не поспел выйти на лед, как Николай Сусло подарил коллегам больше за хвилину в складе 3 на 5. И Гомельчане стойко и можно перенесли страты, а не только-только скончилось это пока ранее, гости забили знов. Соперник был ранен, соперник хотел реабилитироваться, поэтому два периода практически ничего не позволило сделать нам впереди, за два периода мы нанесли в створ ворот 7 или 8 бросков всего. И я так думаю, что вратарь видимо был к ним не готов, потому что залетели два броска, когда он холодный. Они имеют место быть, да, Галы? По третьим периоде руки себе Кончаткова взял шахтер. Выверенная схема соперника не дозволила господарам Леду створить больше-мень серьезные моменты. 0-2. Ну, также я хочу поблагодарить своих хоккеистов, то, что могли, команда билась и до последнего мы даже сегодня вышли, мы верили в победу, хотели выиграть, но, к сожалению, не получилось. Да, преимущество было, как Ильинич сказал, в атаке, но такого последнего броска, к сожалению, в завершающей стадии не было. 4-2 на коры шахтера, таки выниковыли купов финальной серии. У ее рыси змагались, как могли. На вышине была и поднимка трибун, на стадии плей-офф свободных места у Лядовым не было. Шахтер уже рыхтуется доголовной битвой финальной серии супрасеминской юности. А Гомель поколе анализует и подводит выники. Бронза, как и годом ранее, не горш, а ле уже який сезон и не лепш. Вольга Вальченко, Дмитрий Радянко, пыли радует компания Гомель. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго доброго, до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин